Добрый день дорогие друзья, с вами канал Одна Австралия и я Александр Петров. Мы часто говорим об эмиграции в Австралии, но не так часто мы говорим, как вообще начинать вашу эмиграцию в Австралию и в общем-то именно начало вашей эмиграции в Австралию, для любого человека, который смотрит это видео, даже того, который не задумывался об этом, начинается с трех вещей. Разведка, подготовка и действие. Действие имеется ввиду начало вашего пути, ну скажем так, когда вы приехали в Австралию. Первое это разведка. Запомните одну вещь. Те источники информации, которые вы используете, зачастую принадлежат агентам или субагентам, равным блогерам или людям, которые так или иначе работают на агента. Поэтому вам, видимо, надо использовать информацию от тех людей, которые не являются агентами, но тех людей, которые прошли через этот путь. И эти ролевые модели, эти модели вашего эмиграционного поведения должны критически анализироваться, с ними надо сближаться, понимать, что их мотивирует. Если это люди, которые реально хотят поделиться информацией, значит получать ее от них. Обычно, наверное, этот канал все-таки исключение из правила. Обычно очень мало полезного вы получите из каналов оборудовательных и миграционных агентов, потому что их основная цель заработать на вас деньги. Их основная цель затянуть вашу эмиграцию в Австралию и как можно больше заработать на вас. То есть, это представьте себе, как динамо-машина, которая отбирает часть энергии от движущегося колеса вашего велосипеда. Нужно сделать такой сильный отбор энергии, что вам вообще будет тяжело крутить педали. Вы чуть будете не багать и еле-еле едете от точки А до точки Б. Вот то, что должны делать, согласно всем законам маркетинга, должны делать эти люди. Но вам нужно приехать сюда наиболее быстрым, наиболее дешевым и наиболее надежным путем. И не просто приехать, но и остаться в стране. Вот эмиграция должна строиться на принципах как можно дешевле, как можно быстрее, как можно надежнее и эффективнее. Ну, думая о том, что будет с вами в будущем. То есть, жизнь-то не заканчивается на получении вами австралийского паспорта. Соответственно, подготовка и разведка – это важные начальные этапы, два самых важных. И разведка, она не только получение информации. Вы должны хорошо оценить свои возможности, возможности ваших конкурентов. Потому что другие люди, приезжающие сюда, тоже являются в какой-то степени вашими конкурентами. А что делают, допустим, товарищи китайцы? А что делают товарищи с Индостана? Какие у них преимущества и недостатки? Как это использовать? Как это использовать в вашей работе или даже в подработке, в вашем проживании? Каким образом минимизировать это и выйти вперед по отношению к ним? То есть, использовать принцип олимпийский. Соответственно, вы должны провести рекогнистрировку. Вы должны переговорить с людьми, которые приезжают раньше вас. Я часто встречался с таким, что вот несколько друзей хотят приехать в Австралию. И вот один из двух типа подталкивает второго. Тот первый едет. Своего рода их точки зрения подопытный кролик. Но если, конечно, этот подопытный кролик попадает в хорошие руки, то у него будет competitive advantage. У него соревновательное преимущество. Он по времени опережает своего друга, который им типа на рисковал. Интересная такая схема, но она тоже встречается. Соответственно, разведка это самое главное, что у вас есть. Почему? Потому что бесполезно бежать быстро. В первую очередь надо бежать в правильном направлении, иначе вы будете дальше от вашей цели, несмотря на то, что вы бежали красиво и хорошо. Подготовка. Подготовка, она параллельно разведке. Потому что вы решили, что вы едете, и вы уже должны подготовиться как английский язык выучить. Вы должны физически подготовиться, эмоционально, психологически. Вы должны уже частично жить в Австралии, то есть всей душой туда перейти. Но вы не должны подпадать под wishful thinking, переоценивать свои силы. Вы не должны недооценивать негативные какие-то факторы, которые будут влиять на вашу эмиграцию. Вы должны стать хорошими профессионалами. Вы знаете, вот сейчас до этой стенки находятся студенты, которые учатся у одного из наших преподавателей. Я просто пришел в класс и спросил ребят. Вот студентка из Аргентины, психолог, студент из Перу, он гражданский инженер в строительном мосту. Третья студентка японка. Ну и была наша девочка. С нашими все ясно, мы уже бежим в нужном направлении, знаем, что делать. Вот с этими студентами я переговорил к преподавателям. Говорю, давай так. Я высылаю тебе 200 научных статей на тематику джидока, кайдзен, шинта для японки, на тематику civil engineering и bridge construction для перуанца, и для аргентинки психология бизнеса и психология личных отношений. Psychology of dating. Они очень хорошо это восприняли, они просто, они даже не верили, что это будет сделано, но есть своя группа в WhatsApp у этого преподавателя, соответственно, он скинул каждому из ребят соответствующие статьи, которые я ему закинул. Все, у ребят просветление. А почему вам это не делать до того, как вы сюда приедете? Вы учите английский, вы, допустим, инженер-механик. Ну, давайте я вам скину тысячу статей на тему инженер-механики и все, что с этим связано. И учите, учите английский и готовьте терминологи, если же вам поможет с трудоустройством, нахождением спонсора в Австралии. Почему вы этого не делаете? Потому что вы ленивые, потому что вы не готовите себя. Вы думаете, вот приеду, все решится, ничего подобного. Это как передача палочки на ходу, да, вот эта эстафетная передача палочки. Или когда вы стоите, вам дали палочку и вы побежали. Нет, надо ее принимать уже по ходу, развив там что-то не максимальную скорость. Поэтому, дорогие друзья, подготовка очень важный такой процесс. И если взять, например, третий этап действия, вы должны понимать не то, что сломя голову бросились. Нет, вы все рассчитали, вы практически знаете, что вы будете делать, почему, зачем и как. Но вы это делаете, вы не садитесь в позу мыслителя Роденовского и думаете, ой, зачем, а не подумать ли мне еще. Да вы тогда приляжьте и лежите, и вообще никуда не езжайте, не едьте. То есть вам, зачем вам в Австралии, вы просто думаете об Австралии, смотрите вот эти видео, я вам расскажу некоторых блогеров, да, там вообще будете только смотреть и думать. Хотя, впрочем, сейчас, став образовательными агентами, они потеряли вот всю эту категорию людей, но пытаются их завербовать в студенты и, соответственно, заработать на них деньги. Что я вам говорил в первой части разведка. Отделяйте информацию от, в общем-то, коммерческого продукта и уже откровенной дезинформации. Дорогие друзья, канал наш сделан в первую очередь для вас. Он базируется на ваших вопросах, на ваших нуждах как студентах и эмигрантов. Поэтому подключайтесь, подписывайтесь на канал. Если вам не нравится тема, ну, например, вы не хотите знать о магазинах каких-то, ну, что у вас тут еще нет, зачем вам об этом знать, вы думаете, не пропускаете это. На канале вы можете использовать поисковую систему. Ну, вот захотели узнать, а что там Петров, агент Петров готовит. Он говорил, что-то он какие-то блюда интересные делает. Ну, давайте посмотрим. Ну, есть люди таким интересующиеся. Пожалуйста, кухня студента, кухня Рамзес, что-то такое. И вы находите эти ролики. Но вы тогда даете вопросы. И на базе этих вопросов, то, что реальных эмигрантов, реальных студентов интересует, я делаю свои выпуски. Не самые красочные. Ребята, смотрите BBC, смотрите Discovery Channel, смотрите все. Смотрите Варламова и прочих там товарищей, которые красиво рассказывают об Австралии. Вы читали, кстати, неправду, но окей, рассказывают. Вот. Смотрите их. Если нужна вам красочная картинка, смотрите их. Но здесь должна быть сжатая информация, которая вам позволит получить полные разведательные данные о том, как вам лично сюда приехать. Полный список того, к чему готовится и как готовится. И помощь в том, чтобы это сделать. И пример тех людей, которые это делают прямо сейчас или делали в недавнем прошлом. Вот для чего этот канал. И все вот эти живые картинки, движущаяся вода, собирание раков на граммине полуметра и так далее. Это все прекрасно. Это я сам очень люблю посмотреть какие-то видео о рыбалке, даже вместо того, чтобы туда съездить на рыбалку. Но, ребята, это отнимает время. Это отнимает время и делает вашу эмиграцию сложнее. Поэтому думайте, подписывайтесь, ставьте лайки и добрый путь.